всех приветствую сегодня будет такой небольшой обзорчик 5 ароматов сэншн фарфанс эти ароматы я носила на в течение дня на прошлой неделе поэтому у меня сложилось некое такое небольшое мнение по поводу данного бренда сразу скажу что данный бренд показался мне довольно интересным особенно учитывая соотношение цены и качества наверное я начну рассказ свой от менее понравившихся к более понравившимся ароматом и первое место занял аромат который конечно возможно бы приобрела бы в полном флаконе если бы мне подвернулась хорошая цена данный бренд у нас представлен золотом яблоки и там довольно часто него бывают неплохие скидки и также к скидкам частенько применяется 10 процентная промокоды который золотое яблоко объявляет периодически в принципе в интернете частенько эти коды можно найти так что учтите на самом последнем месте и у меня аромат находится мон витивер я с вашего разрешения его не буду даже пробовать я в принципе его его помню вот такие вот трава флакончики по 10 миллилитров вот кстати они вот сразу же идут вот так не заполнены то есть это вот полный флакон вот он он выглядит вот так примерно сантиметр он не заполнен этот аромат показался мне наиболее мужским здесь нотах есть лаванда которую я обожаю но она часто очень создает впечатление затем мыльно-бритвенных принадлежностей мужских и вот это ну на мой нос это вот та самая мужская история поэтому от этой тревел версия точно буду избавляться на предпоследнем месте из пятерочки у меня находится аромат за мозг кстати у на некоторых ароматах указано кто конкретно парфюмер а даже не на некоторых на всех на самом деле здесь селин бейкер и данный аромат он в принципе приятный одна девушка мне не здесь на яндекс дзен писала по поводу того что данный аромат на ней и на ее друзьях очень нестойкий вот я на самом деле не могу вот этого сказать в отношении этого то есть возможно из всех представленных ароматов за мозг самый нестойки но на моей коже он точно держался около пяти шести часов и вечером после работы наношу и ароматы где-то в пол седьмого утра а прихожу в 7 часов вечера данный аромат уткнувшись носом запястья хорошо слышался но я обязательно напишу ноты здесь под низом видео данный аромат для меня это не про мозг для меня данный аромат про сандал то есть через где-то через два-три часа здесь очень такой красивый древесный сандал если честно мне этот аромат чем-то напомнил молекулу 04 от эсентрик molecules которая вот именно содержит себе молекулу синтетического сандала и вот этот аромат он мне тоже чем-то напомнил данный аромат поэтому полноразмерный флакончик я бы не хотела потому что у меня есть 100 миллилитров молекулы 04 от который я в восторге а сейчас наверно приступим к фаворитам от этого бренда это divine ванил парфюмер оливер пешхес пешхекс это аромат на тему древесной ванили аромат очень интересно раскрывается мне кстати ароматы не показались синтетическими у них довольно интересное раскрытие и очень приятная база на мой нос база у них очень приятно через полтора часа нанесения здесь слышу черный перчик я бы отнесла данный аромат куню сексу через три часа аромат вызывает знаете такое чувство похоже на деревянную лакированную шкатулочку возможно как бы это ладно так с древесными нотами играет и вот тогда возможно уже после трех часов носки есть в такой нити небольшой уклон в мужскую сторону но все равно ваниль здесь довольно приятно такой древесно-ванильный аромат из учитывая цену соотношение цены и качества данный аромат принципе любителям древесной ванили я бы рекомендовала попробовать данный парфюм но в своей коллекции у меня есть я считаю эталонная древесная ванили это сержу танц ванильный лес и диптик эдуэль поэтому как бы флакончиков divine ванил в полном размере я для себя тоже не вижу я думаю мне это travel версии в принципе хватит надолго и следующий аромат который я хочу представить это бойс империал уже такой нашумевший на самом деле аромат его многие сравнивают с ганимедом возможно что то здесь конечно ганимеда есть причем это наверное самый стойкий аромат из этих всех пяти которые мне удалось попробовать у этой марки он просто очень долго держится на коже даже через спасти спустя сутки база его очень ощущается он довольно такой минеральный древесный сказать что аромат такой древесный я бы точно его отнесла к унисексу сказать что он схож с ганимедом возможно возможно данный аромат его вот одного направления но на самом деле ганимед мне недавно очень понравился при первом затесте ганимед мне вообще не понравился мне просто слышался абсолютный йод но я по рекомендации одной из своих подписчиц попробовала его еще раз и вот тут он не понравился на самом деле сейчас очень сильно размышляю нужен ли мне флакончик ганимед если сравнивать его с бой с империалом на мой нос ганимед он более знаете филигранно сложенный что ли он более не такой угловатый как бой с империал но хотя как альтернативная замена довольно бюджетная в принципе наверное интересно рассмотреть этот аромат полноразмерный флакончик я себе точно не хочу думаю что вот этих 10 миллилитров мне в принципе хватит на толк с учетом расходы и с учетом стойкости аромата вот как то так а теперь наверное назову они наверное точно своего победителя в недельном рейтинге это нас бергамот здесь у нас парфюмер энтони майзен дью я его не знаю аромат довольно шлейфовый довольно стойкий и для меня он очень такой чайный я его конечно нанесу потому что это был один из первых моих на старте здесь довольно яркий бергамот очень приятный который потом уходит такую в чайную свежий здесь присутствует в жасмин но жасмин здесь такой знаете не индольный не ярко цветочный а он здесь такой как жасминовый чай мне аромат очень понравился вот именно над этим ароматом я подумаю насчет полноразмерного флакончика но только после того как сношу тревел версию аромат прежде всего про такой холодный жасминовый чай зеленый причем в которой бросили дольки бергамота вообще с этим ароматом довольно все странно потому что потом в раскрытие он мне стал даже напоминать чем-то лилаба ветивер 46 возможно такой же тут ветивер открывается такой же сухой древесный а также почему-то он не стал напоминать чем дальше в раскрытие жасмин 17 от лилаба потому что тоже присутствует жасмин и в жасмин 17 от лилаба жасмин тоже довольно такой нежный такой чайный то есть не типичный белый цветок стойкость на кожу этого аромата наверное вот я бы назвал отнесла его ко второму месту после бой с империал на моей коже он точно держится часов 8 и в базе у него очень красивая древесность я почему-то вначале думала что там будет сандал но нет там на самом деле кедр как заявляет производитель аромат содержит 92 процента натуральных ингредиентов об этом они указывают кстати на упаковках очень очень такой красивый жизнерадостный чайный бергамот жасмином микрофончик у меня сломался на этом я хочу завершить свой обзор бренда essential parfums на самом деле мне там еще очень хочется попробовать два аромата это именно про розу и про фигу фига кажется от натали лорсом но к сожалению я так и не могу их пока ухватить золотом яблоке по хорошей цене натали лорсом вообще периодически то есть то ее нет поэтому я решила не затягивается обзором и представить хотя бы те пять ароматов которые мне удалось попробовать докуплю два оставшихся расскажу про них отдельно всем спасибо за просмотр и до новых встреч а